Централизованное тестирование послужит в стране началом вступительной кампании 2020. Первые экзамены стартуют уже завтра, поэтому все подготовительные мероприятия проведены. Об этом докладывали участники совещания по вопросу организации вступительных испытаний. Важно было создать для абитуриентов такие условия, в которых им было бы работать комфортно и безопасно. В работе комиссии будут задействованы порядка тысячи человек, среди которых прежде всего, конечно же, работники комитета государственного контроля, учреждения сферы образования, государственных органов и общественных организаций. По традиции вступительная кампания стартует с централизованного тестирования. В текущем году она пройдет в период с 25 июня по 16 июля и будет проведена по 11 основным предметам. Будут введены дополнительные требования, обусловленные проведением вступительной кампании в текущем году именно в период эпидемии ситуации. В этой связи будут предприняты дополнительные меры по обеспечению мер соблюдения безопасности абитуриентов при нахождении их в пунктах тестирования. В этом году было выдано около 38,5 тысяч пропусков. Многие молодые люди воспользовались возможностью сдавать 4 вступительных экзамена вместо 3. В регистрации у нас в области прошло более 38 тысяч пропусков. В этом году было выдано, если считать физических лиц, это примерно около 11 тысяч физических лиц. Ребята выбирали как один предмет, так и три предмета, так и четыре предмета. Соответственно, опять же, как говорится, традиционно, как и в прошлые годы, у нас пользуются спросом языки, русский и белорусский язык. Соответственно, на третьем месте это математика, физика, иностранные языки. Ну и, соответственно, уже поменьше по спросу может быть география, общество и так далее. Еще одно нововведение 2020 для тех, кто по уважительной причине не сможет попасть на основные дни проведения испытаний, можно будет воспользоваться резервными в областном центре. В Брестском регионе это право получил технический университет. Пока абитуриенты будут выполнять задания за безопасностью и порядком на пункте тестирования, традиционно наблюдают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Запланирована работа бригады скорой медицинской помощи. О готовности представители служб доложили во время совещания. Кроме того, на протяжении всего периода проведения вступительной кампании в Комитете государственного контроля будет работать горячая телефонная линия, позвонив на номер которой решить насущный вопрос можно будет быстрее и проще.